Рак органов пищеварения Рак органов пищеварения – одна из самых распространенных форм онкологии. По статистике, каждый год в России злокачественные образования одного только желудка выявляют в среднем у 40 тысяч человек. А в Алтайском крае молодеет рак кишечника. В неделю профилактики заболеваний желудочно-кишечного тракта обсудим, как сегодня лечат рак именно этой системой органов. Итак, наши эксперты – врачи Краевого онкоцентра, заместитель главного врача по хирургической помощи Алексей Марин и заведующий отделением лекарственной противоопухолевой терапии Алина Гоффман. Здравствуйте, уважаемые гости. Здравствуйте. Ну, первый вопрос, Алексей, к вам. Вот скажите, насколько все-таки у нас распространен в регионе сегодня рак желудочно-кишечного тракта и есть ли какие-то региональные особенности по заболеваниям этой системы? На самом деле рак желудочно-кишечного тракта – это несколько очень разнородных, принципиальных даже разных заболеваний, но тем не менее опухоли пищеварительной системы, толстой кишки, желудка, пищевода, на самом деле входят в первую десятку по частоте выявления, возникновения среди опухолей вообще всего. Ну, может быть, немножко пищевода встает, а вот толстая кишка, о чем вы говорили, на самом деле прилично лидирует. Причем надо иметь в виду, что заболеваемость именно опухолями на этой локализации, толстой кишки, опережает среднероссийские показатели отчетливо достаточно. То есть если опухоли пищеводой желудка примерно на том же самом уровне, что в целом по России у нас и являются, то заболевания толстой кишки на самом деле лидируют. Сразу хочется спросить, почему? Почему мы в лидерах? Какие причины? Вы знаете, однозначно ответить на этот вопрос несколькими словами крайне сложно. Это могло бы рассматриваться на целой специальной конференции. Почему так происходит? Как? В чем причины? Может быть отчасти, я подчеркиваю, что отчасти это связано, скажем так, с улучшением диагностики в целом. Как результат, между прочим, государственной программы борьбы с онкологическими заболеваниями, в общем-то, была прилично приоснащена наша организация, в частности, эндоскопической аппаратурой, что, в общем, значимо влияет на самом деле на доступность и на выявление этих заболеваний. Возможно, здесь имеются какие-то основания в характере питания в целом населения. Одним из факторов, предрасполагающих к развитию опухоли толстой кишки, является, в частности, значительное употребление так называемого красного мяса, что широко распространено у нас в крови, на самом деле, может отчасти влиять на частоту возникновения. На какой стадии заболевания, как правило, вот к вам вращаются пациенты и как их лечат сегодня? Примерно чуть более половины – это первая-вторая стадия. Третья и четвертая, по локализации толстая кишка, это примерно 30 и 20%. Если округлять, если округлять цифры, то есть примерно в половине случаев мы выявляем пациентов на первой-второй стадии. Это хорошая прогностическая стадия. 50 на 50. И вот зависит ли лечение, то есть вот как мы будем лечить пациентов на первой-второй стадии, на третьей-четвертой, есть ли различия, подходы, быть может, какие-то разные? Ну, на самом деле, да. Да. То есть чем меньше стадии, тем большее значение имеет хирургический метод лечения, поскольку он является, в общем-то, основным, базовым. И в случае первых стадий вполне возможно радикальное удаление опухолевой ткани. Хирургически радикально человек может быть вылечен на первых стадиях реально – да. Да. Более запущенные стадии, там, конечно, хирургический компонент менее значим в лечении, чем на первых стадиях. То есть хирургический способ в данной ситуации скорее благо, правильно, да? Сложнее, когда неоперабельная опухоль. Да, конечно. Вот по второму виду опухоли, Алина, скажите, вот лично у меня, у нескольких родственников был выявлен именно такой тип рака, да? То есть такая форма, когда уже, ну, операция невозможна. И звучало это как приговор на самом деле. Вот что-то изменилось сегодня в лечении таких пациентов? Ну, смотрите, запущенные стадии, так скажем, да, там, третья-четвертая стадия. Первый этап все равно это проводится курс химиотерапии. Все лечение основано, регламентировано клиническими рекомендациями. Назначить какую-либо новую терапию, либо там новые подходы, да, они все идут со второй, либо с третьей линии. Также сейчас есть молекулярные определенные по типу опухоли. И в первой линии мы можем назначить только антихер-2-блокатор, этот ростозумаб. Ну, крайне редко у пациентов являются данные рецепторы. Поэтому основной кит лечения таких пациентов-то все-таки химиотерапия. Многие люди по-прежнему очень боятся химиотерапии, потому что, ну, знают, что она высоко токсична, тяжело переносится. Вот есть ли какие-то подвижки в этом смысле? Может быть, препараты развиваются, они там последнего поколения более щадящие. И почему людям, опять же знаю, многие отказываются, не до конца проходят этот курс, потому что он тяжелый. Стоит проходить этот курс? Вот вы как специалисты. Нет, но химиотерапию, конечно, стоит проходить. Для многих это является единственной опцией для лечения. На консилиуме, когда сидят доктора, мы все равно видим, смотрим по анализам, по сопутствующей патологии, сможет ли пациент перенести химиотерапию. И, соответственно, терапия назначается только тем, кто может с ней справиться. Здесь, конечно, играет роль сарафанное радио, когда пациенты начинают между собой переговариваться. И уже заранее на лечение пациенты приходят подготовленные и ждут негатив. Ну, не забываем, что все лечение проводится под контролем медперсонала. Соответственно, если есть какие-то жалобы, развивается антимитогенная терапия, это противорвотная, да, так сказать, в простонародье. Соответственно, здесь медицина не стоит на месте. И схемы лечения делятся на высокоэмитогенные, средние, низкие. Соответственно, дальше мы уже назначаем те противорвотные препараты, которые подходят к той или иной схеме. Никто не пускает и не забывает поддерживающую терапию. Если это показано, всегда назначается инфузионная терапия. Когда проводится вливание различных растворов. Соответственно, здесь также мы смотрим на статус пациента. Если есть выраженная сопутствующая патология, да, какая-то, либо возраст пациента, мы можем редуцировать дозу, немножечко их снизить. Таким образом, соответственно, снижается токсичность препарата. Я могу сказать только одно. Здесь бояться не стоит. Пока вы не попробуете, вы не поймете, как вы ее переносите. И бывает так, что, да, там первый курс тяжело. А бывает, там первые 2-3, наоборот, проходят легко. И пациенты еще спрашивают, а точно ли мне химию делали. Допустим, какой-то переломный момент, там четвертый курс плоховато. Они это отмечают. Соответственно, дальше уже подключаются все компенсаторные механизмы, да, которые уже зависят от врача. И дальше пациент хорошо переносит химиотерапию. Поэтому не так страшен черт, как его молют. Вот у пациентов именно с заболеваниями желудочно-кишечного тракта в среднем сколько длится курс химиотерапии? И вот что можно сказать в этом смысле об эффективности лечения? Ну вот смотрите, если мы разберем рак желудка, то в стандарте терапии со второй стадии является проведение переоперационной химиотерапии, 4 курса, затем идет операция, и после проводится еще послеоперационная химиотерапия, еще 4 курса. Это идут стандарты лечения. Переоперационная химиотерапия направлена на то, чтобы уменьшить опухолевую нагрузку, чтобы хирургам было легче радикально соперировать пациента. При заболевании пищевода здесь, конечно, тоже будет зависеть от того, сможем его прооперировать или нельзя. Поэтому собирается именно мультидисциплинарный консилиум в составе хирурга, химиотерапевта, радиотерапевта. И каждый уже решает. Помимо, конечно, химиотерапии и хирургии, есть еще метод радиотерапии, который тоже широко может использоваться. Допустим, как раз при заболевании пищевода, при заболевании прямой кишки. Основной метод – это идет химия-лучевая терапия на первом этапе, затем проводится уже оперативное лечение. Поэтому здесь, вот еще раз говорю, именно вот этот комплексный подход и готовность пациента на стройное лечение, они всегда помогают и идут на пользу. Если взять заболевание кишечника, остановимся, здесь они уже, конечно, проходят подольше курсы. В зависимости от стадии заболевания, это может быть 6 месяцев, 12. Либо, если это запущенная стадия, там, 4-я, то они по прохождении 6 месяцев химиотерапии, каждые 2 недели уходят на поддерживающую терапию до рецидива заболевания, либо непереносимой токсичности. Есть пациенты, которые по 2 года лечатся. Вот, да, индивидуальные курсы, но, тем не менее, где-то, вот вы сказали, 4 курса до операции, потом после столько же, где-то вот полгода и год. Плюс операция. Все-таки все равно это такое для человека довольно серьезное испытание. Вот в целом, Алексей, вот что можно сказать об эффективности лечения всех пациентов, да, и вот как часто удается добиться ремиссии, и что можно сказать, главное, о качестве жизни вот тех людей, которым ушли в ремиссию? Вот что касается медикаментозного лечения, да, то есть на самом деле современное медикаментозное лечение противопухолевое, да, то есть химиотерапия, это мы говорим, в общем, по привычке для удобства. На самом деле там все гораздо шире и глубже, да, но ведь я об этом поглубляться не стану, не моя сфера, да. Вот что касается предоперационной химиотерапии, на самом деле, да, современные лекарственные препараты зачастую настолько эффективны, что после завершения курса предоперационного лечения опухоль глазом обычным, да, вот пальцами она просто не находится, да, или реально исчезает, но это не означает излечение, да, либо уменьшается настолько, что становится крайне-крайне удобно оперировать, поэтому этот компонент очень важен, да, и отказываться на него ни в коем случае нельзя. Что касается качества жизни, да, дело в том, что операции многие при злокачественных процессах желудочно-кишечного тракта, они масштабны, они для пациента травматичны, они зачастую заканчиваются временными, а иногда постоянными стомами, но здесь надо понимать, что подавляющее большинство случаев лечения локачественных заболеваний пациентов, да, это не какой-то вот очерченный период, который надо продержаться, нет, ничего подобного, это на всю оставшуюся жизнь. И зачастую пациенты, которым грамотно подобрана терапия, которым, может быть, повезло как раз вот с определенной мутацией, да, они живут длительно, годами, что еще несколько, в общем-то, лет назад, ну, хотя бы лет 10, да, было просто немыслимо, чтобы человек, больной злокачественным образованием, столько прожил. То есть, по сути дела, это, то есть лечение не заканчивается. Ну, как, если можно так обобщить, допустим, при сахарном диабете, да, то есть ситуация, ведь человек тоже никогда не вылечивается, он болеет всю оставшуюся жизнь, другое дело, что эта жизнь может исчисляться десятками лет, да, онкология пока такими цифрами похвастаться не может, но мы движемся в этом направлении. Как лучше восстанавливаться вот после лечения? Ну, в основном, конечно, это следовать рекомендациям врача, потому что все прописывается, опять же, все осложнения, они индивидуально проходят. Единственное, ну, вот мое, да, такое, люди начинают заниматься самолечением и в промежутках между курсами химиотерапии добавляют обычные яды. Там валеголов, чистотел, как это, да, травы. Травы, да. Мы не забываем, что это все-таки ядовитые травы, которые тоже несут за собой токсическое действие. И, соответственно, мы даем две недели на перерыв, восстановление и отдых пациентов, вместо этого он дома дополнительно добавляет себе, ну, как говорится, проблем, так сказать. А все остальное все равно у нас сейчас вот заработал центр сопровождения пациентов, который также можно туда связаться. И там есть по степени, ну, допустим, осложнение развилась диарея, пациент звонит в этот центр сопровождения и уже по степени они определяются, требует ли это вмешательство доктора, либо это можно самостоятельно дома купировать. Ну, и так дальнейшие все осложнения. Сейчас в стране идет неделя профилактики заболеваний органов желудочно-кишечного тракта. Вот что бы вы посоветовали лаконично, да, людям для того, чтобы по возможности избежать этих проблем? Ну, а если уже столкнулся с ними, то какие должны быть действия, когда нужно понимать, что, может быть, уже пора вот бежать к врачу? Ну, первое, наверное, я бы все-таки сказала, это проходить диспансерный осмотр. Даже если вы официально не трудоустроены, сейчас очень сильно развито это просто в поликлиниках. Основной предиктор заболевания желудочно-кишечного тракта это снижение уровня гемоглобина. И элементарно, когда вы сдадите кровь из пальца, это входит в диспансеризацию. Любой терапевт увидит, что снизился гемоглобин, и первым, что они будут проводить, это фиброколоноскопию и гастроскопию. Соответственно, здесь уже будут выявлены это заболевание. Если пациенты годами не сдают показатели крови, основные жалобы это слабость и недомогание. Но в наше время, при том уровне жизни, как мы сейчас живем, у кого нету этой слабости и недомогания, конечно, уже трудно диагностировать. Но людям, которым старше уже 50 лет, просто планово есть, опять же, алгоритмы обследования. Гастроскопия, колоноскопия, они проводятся согласно той же диспансеризации. Это очень упрощает жизнь. Алексей, что вы добавите? – Лучшая профилактика – ранняя диагностика. Полностью согласен. Можно, конечно, сказать о том, что нужно вести должный образ жизни, воздерживаться от курения, от употребления спиртных напитков и вообще правильно и регулярно питаться. Совершенно верно. Только это нужно начинать с самого нерождения, но с первых лет жизни и никогда от этого не отклоняться. Если же человек, собственно, ничего этого никогда не придерживался, прожил большую часть жизни и вдруг решил что-то изменить, это прекрасно. Но не уверен, что это значимо изменит ситуацию. Что еще по ранней диагностике? На самом деле, самые ранние признаки Алины были уже озвучены, да? А те, скажем так, признаки, которые говорят о затруднении работы желудочного тракта, то есть нарушение глотания, ощущение тяжести, какая-нибудь отрыжка тухлым, запоры, вздутие, на самом деле это уже достаточно поздние признаки заболевания. И никакой ранней диагностики речь уже идти не может. Это вот то, что у нас называется троечка. Спасибо большое за ваше участие. Я напомню, что сегодня о профилактике и лечении заболеваний органов желудочно-кишечного тракта мы разговаривали с нашими экспертами, врачами Краевого онкологического центра. До свидания.